Ку-ку, друзья! Я Ариша и добро пожаловать на Мельфей! Сегодня с вами мы приготовим очень вкусные слоеные вензели с заварным ванильным кремом и черникой. Такой вариант десерта очень универсален, потому что ягоду можно использовать такую, какая вам нравится. Ну или какая есть по сезону. Давайте приступим к приготовлению и, как всегда, начинаем с необходимых ингредиентов. Для теста мука должна быть достаточно сильной с высоким содержанием белка от 11 грамм. Холодная, но не ледяная вода, она всегда идет в пропорции 1 к 1 с мукой. Мягкое сливочное масло улучшает реологические свойства теста и повышает эластичность мякиша. Слоеное тесто лучше использовать сахарную пудру, так как она успеет лучше разойтись. Уксус улучшает качество клейковины, и поэтому наше тесто будет более эластичное и крепкое, что очень важно. Соль также придает глютену силу и усиливает вкус. Все эти ингредиенты – это улучшенный вариант для слоеного бездрожжевого теста. Если вы хотите использовать классический рецепт, то используйте данные компоненты в том же количестве. В приготовлении теста начинаем с подготовки жидкости. В воду добавляем уксус и соль и тщательно размешиваем до объединения. Далее в миску для теста пересыпаем всю муку сразу, добавляем сахарную пудру и тщательно размешиваем до объединения. Далее добавляем всю воду сразу и замешиваем неоднородное тесто. В этом моменте необходимо отследить, достаточно ли у вас жидкости, это зависит от силы вашей муки. Если вы видите, что масса слишком сухая, то добавьте еще немного воды. Когда сухие жидкие ингредиенты схватились между собой, можно ввести сливочное масло, оно должно быть мягкое и комнатной температуры. Немного вмешаем его в тесто, буквально до объединения всех компонентов в более-менее единую форму. После этого тесто можно переложить из миски на поверхность и вымесить до однородного состояния. Если тесто прилипает, то используйте немного муки, но не переусердствуйте, чтобы не забить лишней мукой тесто. Как правило, основу для слоеного бездрожжевого теста не вымешивают, как только все объединилось, тесто готово. На начальном этапе оно не эластичное, достаточно липкое и его необходимо охладить, чтобы оно дошло до нужной консистенции. Поэтому тесто заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час. В результате такого холодного отдыха тесто получается очень эластичным, упругим и однородным. На видео можете видеть, какого состояния оно стало. Для подстраховки можно провести тест на эластичность. Для этого отрежьте небольшой кусочек теста и аккуратно растягивайте его в стороны. Правильное тесто должно легко растягиваться до очень тонкого состояния. Слой должен быть буквально прозрачный, это называется углеводное окно. Если у вас не получается настолько тонкий слой, значит мука была с низким содержанием белка, либо дайте тесту еще немного отдохнуть. После того, как мы убедились, что наше тесто готово для дальнейших действий, его необходимо снова упаковать в пищевую пленку и отправить в холодильник на час. И в это время мы подготовим блок из сливочного масла. Отмерьте на пекарской бумаге необходимый размер и выложите кусочки сливочного масла. Сейчас температура масла не так важна, но это будет очень важно, когда мы будем раскатывать тесто. В целом, удобнее всего, чтобы масло уже сейчас было температурой 17-18 градусов, чтобы мы смогли с ним работать. Когда масло выложено, загните все края бумаги в центр, так, чтобы не оставалось просветов. Далее мы будем скалкой раскатывать масло и приводить его к единому состоянию, поэтому очень важно, чтобы нигде ничего не вылазило. Здесь также не нужно ничего долго делать, как только все объединилось, наше масло готово. Его идеальная температура для работы 18-20 градусов. Такое же правило относится и к тесту. В целом, температура теста и масла, их консистенция должна быть одинаковая. Вот тесто из холодильника сейчас 15 градусов, и пока я буду с ним работать, оно дойдет до нужной температуры. Теперь приступаем к приготовлению слоеного теста. Присыпаем поверхность мукой, чтобы тесто ни в коем случае не прилипало, и раскатываем прямоугольник, который в два раза больше пласта масла. Муку используйте только при необходимости, ее должно быть как можно меньше в приготовлении слоеного теста. Это необходимо для хорошего скрепления слоев, поэтому всю лишнюю муку с теста всегда стряхивайте. Осенью 23 года я впервые столкнулась с самой страшной проблемой для любого творческого человека – это выгорание. Работа стала источником истощения, а идеи вдохновения просто исчезли. Попытки все вернуть через дополнительную работу только ухудшили ситуацию. Я думаю, что вы тоже это заметили. Когда проблема стала влиять на жизнь в целом, я однозначно призналась себе, что у меня нет сил справиться с этим самостоятельно. Я делаю только хуже. И это несмотря на то, что у меня уже есть опыт психотерапии. Самым лучшим решением было вернуться к сессиям с психологом, за что сейчас я говорю себе огромное спасибо, иначе бы новые рецепты выходили еще очень нескоро. Поэтому сегодня я хочу порекомендовать вам онлайн-сервис по подбору психологов Ясна. Это первый и самый большой в России сервис онлайн-психотерапии. При регистрации на сервисе специальный алгоритм подбирает психолога с учетом сложностей, которые вы хотели бы обсудить, времени и полуспециалиста. Важно, что в Ясна тщательный отбор психологов, все специалисты с большим опытом. У всех кандидатов проверяют профильные дипломы, стаж, а также рекомендации от опытных коллег. Моя любимая фишка, что у некоторых психологов есть видео-визитка. Можно посмотреть, как специалист говорит, что для него важно, словом, познакомиться еще до сессии, чтобы с первого раза попасть к максимально подходящему специалисту. По промокоду Мильфей вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации на сервисе. Все ссылки и дополнительную информацию вы можете найти в описании видео. И не забывайте, что творчество должно быть в удовольствии, поэтому не ждите, что все проблемы сами решатся, и позвольте себе найти поддержку и вдохновение вместе с Ясна. Раскатав прямоугольник необходимого размера, вы также всегда можете ориентироваться на размер масла. Мы разворачиваем масло из пекарской бумаги и выкладываем его на тесто. Хорошо прижмите, прогладьте, чтобы масло лучше интегрировалось вместе с тестом. Теперь нам нужно две стороны соединить вместе. Для этого левую и правую часть теста просто подтяните к центру. Очень внимательно следите за краями, они обязательно должны быть ровные, под прямым углом. Если длины теста не хватает, его можно еще немного подкатать, либо же натянуть, потому что тесто хорошей эластичности. Хорошо соедините обе части, чтобы нигде не вылазило масло при раскатке. Таким образом у нас получается первый тур, который содержит в себе два слоя теста и один слой сливочного масла. Сразу же за ним делаем второй тур. Присыпаем поверхность мукой и начинаем раскатывать тесто. Сначала делаем зажимы по краям, чтобы масло запечаталось, и потом вот такими движениями создаем бороздки на тесте. Это поможет максимально равномерно распределить масло и подготовить тесто к дальнейшей раскатке. Раскатываем тесто достаточно уверенно и двумя движениями, от середины к себе и от середины от себя. В процессе обязательно проверяйте, что тесто не прилипло к поверхности. Вы также можете переворачивать пласт, чтобы снять напряжение со слоев теста. Обязательно следите за тем, чтобы боковые стороны раскатывались ровно, потому что от этого зависит дальнейший вид и дальнейшие раскатки теста. Самая главная задача при раскатке слоеного теста, это раскатать его максимально быстро, чтобы оно не успело нагреться. Домашняя раскатка без специального оборудования, это достаточно трудно, но возможно. Главное использовать правильные ингредиенты и соблюдать, строго соблюдать технологию приготовления. Тесто необходимо раскатать до толщины 4 мм. Если боковые стороны все-таки немного косят, это можно исправить движениями скалки по диагонали, то есть вы выкручиваете скалку не вперед, а наискосок. Когда тесто раскатали до нужной толщины, стряхиваем всю лишнюю муку, чтобы ее вообще не оставалось на поверхности, и начинаем делать второй тур таким образом. Зрительно разделите всю поверхность теста на три части, и одну из сторон загните на одну третью. Хорошо прижмите, следите, чтобы воздух не попадал вовнутрь, и вторую часть подогните к первой. Опять же, следите за углами по краям, чтобы они были ровные. С поверхности стряхните всю лишнюю муку, и загните тесто еще раз пополам, аккуратно и внимательно прижимая борт к борту, чтобы все было максимально ровно. Таким образом, мы закончили второй тур, и теперь у нас 12 слоев теста. Сейчас ему необходимо очень хорошо отдохнуть, поэтому упаковываем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час. По окончанию времени достаем тесто, снова припыляем поверхность мукой, и кладем тесто открытыми швами на правую сторону, короткой стороной к себе, и так мы будем делать всегда. Начинаем раскатку уже известными бороздочками, и далее повторяем все, как в предыдущих турах. Тесто необходимо снова раскатать до толщины 4 мм. С каждым новым туром мы разворачиваем тесто на 90 градусов. Для чего это необходимо? Это нужно для снижения напряжения в тесте при раскатке, чтобы оно не рвалось. Третий тур мы складываем по аналогии, как и второй. Делим зрительно тесто на три части, одну часть складываем на одну третью, вторую подтягиваем к ней и снова складываем пополам. И снова отправляем тесто в холодильник на 1 час охлаждаться и отдыхать. После отдыха делаем четвертый завершающий тур. Снова раскатываем тесто до толщины 4 мм. При необходимости подрезаем все неровные края. Срез ножом делаем надавливающим движением, ни в коем случае не пилющим, чтобы не склеивать слои. И далее складываем тесто. Одну сторону подтягиваем к середине и следующую поверх нее. Не забывайте про ровные бортики, чтобы нигде ничего не торчало. Тесто готово, отправляем его отдыхать в холодильник на 2 часа. И переходим к приготовлению заварного крема. Для него понадобится молоко, чем жирнее, тем вкуснее. Также понадобятся жирные сливки, кукурузный крахмал для заваривания крема, белый сахар, также сливочное масло комнатной температуры и 2 яичных желтка. Лучше использовать именно желтки, а не цельное яйцо, чтобы не было яичного привкуса. Именно белок дает яичный привкус. В сотейник с толстым дном переливаем молоко и добавляем к ним жирные сливки. Далее добавляем половину сахара, немного перемешиваем силиконовой лопаткой до объединения и отправляем на плиту нагреваться. Устанавливаем средний нагрев. Часть для заваривания удобнее всего подготовить в емкости с носиком, чтобы ее было удобнее переливать. Перекладываем туда желток, оставшийся сахар и крахмал и добавляем туда немного уже теплого молока. Далее все приводим к однородности либо маленьким венчиком, либо с помощью миксера, чтобы масса была однородной и гладкой. Добавляем ванильный экстракт либо же любой ванильный ароматизатор, вмешиваем его в заварную часть и можно приступать к завариванию крема. К почти кипящему молоку тоненькой струйкой подливаем заварную часть и постоянно помешиваем венчиком. После введения всей смеси продолжаем помешивать до загустения крема. После того, как крем загустел, мы дожидаемся так называемых бульков и после этого провариваем крем в течение 1 минуты. Далее выключаем плиту и добавляем сливочное масло и также вмешиваем его венчиком до полного растворения. Готовый крем имеет гладкую и однородную текстуру и в меру густой. Для использования крема в вензелях его необходимо предварительно остудить, поэтому перекладываем крем в широкую и низкую посуду, накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник до полной стабилизации. Для данного количества будет достаточно 4 часов. Слоеное тесто и крем можно приготовить накануне вечером, чтобы на следующий день собрать вензели. Остывший крем имеет более плотную текстуру и нам необходимо привести его к более однородному состоянию. Это можно сделать с помощью силиконовой лопатки, хорошо его размяв, либо же использовать миксер. Миксером работать гораздо удобнее и быстрее, у нас здесь нет задачи сохранить крахмальную структуру, поэтому миксером его также можно привести к гладкому состоянию. Также для удобства можете переложить крем в кондитерский мешок, либо же накладывать его ложкой. После этого приступаем к формовке вензелей. Поверхность присыпаем мукой и нам необходимо раскатать прямоугольник размером 16 на 30 сантиметров, то есть 16 это ширина, а 30 это длина. Раскатывайтесь с небольшим запасом, потому что лишние части мы обрежем, чтобы у нас была ровная фигура. В процессе раскатки также не стесняйтесь переворачивать тесто, чтобы снимать напряжение. Далее ровный прямоугольник необходимо разрезать на полоски шириной 1,5 сантиметра. Далее мы берем две полоски, немного сплющиваем их в начале и закручиваем не тугую косичку. Делайте это любым удобным для вас способом, главное, чтобы между собой они не переплетались слишком плотно, чтобы тесто могло пропекаться и подниматься. Потом эту косичку мы скручиваем вот в такую улитку. Можно сделать 6 маленьких улиточек, либо скрутить еще одну косичку и присоединить уже к имеющейся улитке. Из данного количества получится либо 6 маленьких улиток, либо 3 большие. Край улитки аккуратно подогните и прищепните к низу, чтобы зафиксировать его. Перед тем, как выпекать улитки, обязательно охладите их в течение 20 минут в морозилке, чтобы масло стабилизировалось и не вытекло при выпечке. В это время можно включить духовку на 180 градусов, разогреваться в режиме вверх-вниз. Улитки смажьте желтком и выложите заварной крем. Вензели выпекаем в течение 15 минут и не открываем духовку. Обязательно ориентируйтесь на параметры вашей духовки и помните о том, что слоеное тесто выпекается только на высоких температурах. Готовые вензели после выпечки оставляем буквально на 10 минут прийти в себя и далее украшаем любой ягодой. В данном случае я использую чернику. Пока что заварной крем еще горячий, он мягкий, поэтому первый слой немного вдавливайте, чтобы ягода закрепилась. Также дополнительно вы можете украсить вензели белым шоколадом и лепестками миндаля. Вот такие красивые, аппетитные и очень вкусные вензели с черникой у нас получились. Обязательно попробуйте приготовить данный десерт, а я с вами не прощаюсь и до новых встреч!